Как сжечь 1 килограмм жира за день, это 7 килограмм за неделю и 14 килограмм жира за 14 дней. Как я сделал почти 6 часов кардио и почему мне не понравился этот браслет в этом видео. Так, друзья, с вами дядя Сережа и, как обычно, прекрасные, симпатичные, красивейшие мускулы на моем канале. Как я сказал ранее, видео состоит из трех частей. Первая часть о том, как я решил просто поехать, вел прогулочек. Через день я обычно езжу, катаюсь на велосипеде, по Бали, по красотам, по этим разным. И в этот день я что-то переборщил немножечко. Как-то была у меня мысль доехать до моего товарища, который живет в 45 километрах от моего дома на горе. Примерно один километр еще туда подъема, как оказалось потом. И в один такой серый питерский утро, серый питерский утро, здесь в его стороне вообще были какие-то грозы. Я думал, что, может быть, будут дожди. И я поехал, как обычно, в сторону непонятно куда. Ехал, ехал, ехал. Проехал 30 километров. Думаю, напишу сообщение. А вот, потому что он собирался тоже улетать обратно в Россию. И оказалось, что он быстренько мне ответил. И я решил ехать к нему до дома. До этого самая большая моя поездка, она была в районе 45 километров. И то есть здесь мне пришлось только в одну сторону ехать бы примерно на это же расстояние. И потом еще обратно плился еще в эту сложнейшую подниматься гору. Так же. А че я свет-то не включил? Добой цвет, чтобы лучше были дельтовидные мышцы. Пока ехал, получается, к нему начался еще какой-то мерзкий моросящий дождик. Но в таких случаях всегда можно взять переднее колесо, вызвать такси, кинуть все это в машину. И смотреть ленту в инстаграме и получать дешевый дофамин. В принципе, 30 километров до начала подъема мне далось достаточно легко. Без каких-либо проблем пальцем носом можно было ковырять. Но когда начался подъем, в середине подъема я уже начал умирать. Потому что мою тушу огроменную, 105 килограмм, поднимать вверх достаточно сложновато. И в какой-то уже, наверное, последние 5 километров, которые оставались, уже работать на пульсе под там 160-170 ударов, без еды я практически ничего не завтракал, кроме притреника и каких-то аминокислот. Или даже притреника не было, кстати. Он закончился. Тогда, мне кажется, я просто аминокислот какие-то выпил и поехал. В какой-то момент упал у меня сахар, и я чувствовал, что все. Силы закончились. Такое состояние, кстати, называется гипогликемия. Оно бывает у людей, которые начинают заниматься с утра. Занимаются у них такое состояние. Обморочный, холодный пот пробивает, тошнить может начать. Это тем, кто хочет по утрам делать кардио. Будьте в этом моменте аккуратны и имейте какую-нибудь сладкую водичку на всякий случай. Я выпил какого-то чайка, съел две говношоколадки, состоящие из сахаров и трансжиров а-ля пикника дешевого индонезийского. И силы потихонечку появились. И я забрался на эту гору. У Вани на горе уже отдохнул, немножко попил кофейка, съел какой-то кусок торта, макарон. С ним пообщался, и очень повезло. Так бы я не увидел, как он живет, потому что он в этот день переезжал в тот район, в котором живу я. И я как бы так запрыгнул в последний вагон. Дальше я собрался и пошел на спуск. Спускаться, конечно же, гораздо проще. Но, когда ты видишь, что это огромная туша, то ты начинаешь очень быстро разгоняться. Очень непривычно для тебя. И мои тормоза, мне кажется, не очень были готовы выдержать в 30 градусную еще температуру. Даже тогда, когда я имитером тормозил, наверное, 30 секунд, ну там с большого уклона. Я остановился, потрогал, и на них можно было оставить, наверное, кожу. А уже сам механизм, в котором гидравлическая жидкость, он уже, наверное, градусов становился 80. И в какой-то прекрасный момент, мне кажется, эти тормоза бы мне просто сказали, Серега, давай езжай без нас. Но такого не произошло, жесткие спуски закончились, а дальше я уже там тормозил аккуратно, и мне не пришлось останавливаться и дуть на них, чтобы они остыли. Ну и обратный путь уже был получше, попроще, он занял меньшее количество времени и меньше калорий. Меньше 2000 калорий я сжег на обратной дороге, и примерно больше 2000 я сжег на подъеме. Получилось чуть больше 90 километров пути и больше 1000 метров подъема. В принципе, в этот день и на следующий я чувствовал себя достаточно нормально и не умирал. Многим они отваливались, не отекли, все было достаточно хорошо. Просжигание жира. Получилось примерно 4000 калорий ушло на вот эту нагрузку. Плюс следующее все время у меня пульс был повыше примерно на 15-20 ударов, чем обычно. То есть организм восстанавливался, для него это был стресс. И если бы вот сегодня я тоже поездил, кстати, 60 километров проехал, и сегодня я ездил под солнцем и не выехал в раннюю, и чувствую, что голову чуть-чуть напекло, и она немного побаливает. То есть если в тот момент под конец там вышло солнце, но если весь период 5-6 ехать без головного убора в 30-29 градусов, то, наверное, можно получить по голове от солнца. И в итоге моя Гармин показали 8,5 тысяч за день, то есть потом из-за вот этого повышенного пульса потребление калорий было выше, организм тратил больше, и цифры плюс-минус, мне кажется, очень возможны для 105 килограмм с небольшим уровнем жира. Про килограмм жира. Еще в 58-м году Макс Вишновский, доктор медицинских наук, сделал вывод, что энергетический эквивалент одного, получается, фунта веса, это примерно у нас 3,5 тысячи килокалорий, либо получается, если на килограмм переводить, то там 7,5-7-700 килокалорий. Что равноценно чуть меньше 15 бигмаков или огромному количеству кока-колы. Кстати, вот здесь мне эти часы тогда показывали, что я сжег 32 литра кока-колы, если не ошибаюсь, но было весело, это прикольный момент. Конечно же, такой дефицит можно создать только имея большое количество веса, потому что чем вы больше, тем вы больше сжигаете калорий. Если вы весите там 105-110 килограмм, и это у вас в основном, конечно, мышцы, тогда они потребляют калорий больше в покое. Также, когда вы поднимаетесь или проходите 10 тысяч шагов, проходите в какой-то город, а вы сжигаете больше калорий, чем если бы вы весили 60 килограмм. Также, конечно, нужно учитывать мужчину вы или женщину, возраст и уровни половых гормонов, которые можно тоже смотреть на анализов. Ну и в основном, конечно, самый основной вот этот рычаг, так называемый метаболизм, это гормон щитовидной железы. Такую нагрузку я, конечно, крайне не рекомендую делать, потому что она может потом выбить вообще из тренировочного процесса, может, можно заболеть там, либо будет какой-нибудь симптом перетренированности, либо будет огромное чувство голода. Плюс в этот период можно еще и пожечь большое количество мышц, потому что нужно нормально питаться в эти периоды, а не как я какой-то ерундой. Вот, и в какие-то, может быть, в будущем будут такие у меня поездки, я буду уже там перекусывать в кафе, либо брать с собой какие-нибудь приемы пищи, может быть, протеиновые коктейли там, либо что-нибудь другое, чтобы помогать организму лучше восстанавливаться, чувствовать себя хорошо, быть энергичным, активным. И, конечно же, чтобы не было никакого жира вот этого противного, который на твоих боках вот так и слепит все время меня, когда я записываю это видео. Ну, кардио на велосипеде, конечно, мне очень сильно нравится, и я могу бы делать там вот пару, тройку, четверку часов, в принципе, за день, без каких-либо проблем, с кайфом, с выделением дофамина, радости, с улыбками, и очень мне вообще все прям нравится, особенно здесь, когда тепло, красивые виды, ты можешь ехать, что-то смотреть, новые места, какие-то открывать. Это очень круто, и ты улучшаешь еще свою фигуру, еще аудиокнигу какую-нибудь могу послушать. Вот, но когда слушаю аудиокнигу, тогда пульс мой и интенсивность ниже, чем тогда, когда слушаю музыку. Кстати, если есть эксперт по велосипедам, то можно мне написать какую-нибудь совместную серию роликов, я бы снял на велотематику. Про браслет, My Band, вот этот пятый, и наткнулся на какой-то обзор на него, просмотрел все обзоры, заказал себе, это у меня, получается, версия китайская без NFC, и у меня был, получается, второй, очень хорошее устройство, и я думал, что уже прям это сделали бюджетно, четко и прям идеально, потому что проблема в основном была с измерением пульса. Я думал, что они уже на уровне вот этих моих фениксов, это феникс 3, старые древние часы, им 500 тысяч лет уже, они в них, конечно, GPS, альтиметр, барометр, мерят температуру окружающую и прочую, всякую ерунду, которая мне не нужна. У этих плюсы, они у нас маленькие, недорогие, в них можно спать, в них более яркий экран, также они не мешают при работе, и их можно заряжать там раз, наверное, в неделю, в принципе, даже при активном использовании. Вот, но почему они мне, конечно, здесь что-то не очень понравились? Пульс, проблема с пульсом, может быть, серия с NFC, которая будет глобальная или китайская, она будет лучше, и она будет лучше измерять пульс, потому что этот прям, ну, как-то так себе измеряет вообще. Я пробовал смотреть и на тренировки, они, получается, стоят, мне кажется, секунд на 20, где-то на 15, на 30, то есть, если эти уже показывают, что у меня пульс 140, и я сам это чувствую, потому что у меня начинают пульсировать в ухе, и я чувствую, ну, когда наушник у меня здесь, он давит, и прям чувствуется высокий пульс от 140 где-то, то они начинают показывать уже адекватный пульс примерно через, там, секунд 15-20, мне кажется. Хотя вот здесь даже никакого режима я не включаю, просто вывожу пульс, и он показывает уже лучше. И на этой тренировке он показал примерно тоже пульс меньше, наверное, ударов на где-то 15, может быть, даже 20 в среднем, если не ошибаюсь, и из-за этого маленькое количество калорий я жёг, и вообще вот у меня как-то странно, они мне всё время пишут, у меня сегодня 4,5 тысяч шагов, и они мне пишут 125 калорий я жёг. Они вообще откуда я цифру беру? Я всё ввёл в приложение, и мне вот этот, конечно, калорийный здесь очень не устраивает, что не показывает, что и чего и как. Когда Гармина, они уже на больше всё-таки ориентированы для спортсменов, хотя вот эти 500 тысяч функций мне здесь не нужны. Также мне, в принципе, бы и не нужен был их GPS, я мог бы подрубать их телефон, как это делает вот этот браслетик. Также у них плохая яркость, они с GPS-ом работающим мало держат, и вообще как бы так себе часы. Плюс их то, что они здоровые, на моей руке смотрятся нормально, и мерят хорошо пульс даже на запясть, хотя с ними был нагрудный датчик у меня. Для более точного измерения, потому что вот такие часы в то время я смотрел обзоры, примерно давали 10-процентную погрешность. Вот такой получился влог, обзорчик, тренировка, немножечко полезной информации, я думаю, для вас было. Хочу сделать также ролик «Почему не похудеть на велосипеде», если вам интересно, пишите в комментариях, и с ним может быть его. С вами был дядя Серёжа, пока! Субтитры сделал DimaTorzok